Следователи на Старополье разбираются в истории с избиением ребенка взрослым человеком в школе. Отец ученицы пришел, чтобы отомстить обидчикам дочери. И кому? Пятиклашкам. Направился не к директору, не к завучу, а сразу в класс. Без колебаний поднял руку. Все это есть на видео, которое снимали другие дети. Но остается много вопросов. Как мужчина попал в здание? Почему учитель бездействовал, вместо того, чтобы звонить в полицию? Репортаж Анны Курбатовой. Так, в пятом Б началась перемена перед уроком истории. На кадрах, которые школьники сняли на телефон, видно, как отец одной из их одноклассниц подходит к школьнику, кричит, а после хватает и опрокидывает его на парту. Сегодня отец мальчика говорит, сын напуган, у него синяки и гематомы. На камеру, без комментариев. Не надо ли, сын напуган? Ну, вы же говорите, что у него синяки и гематомы. Синяки, пожалуйста, надо срочно. Первая версия случившегося, она появилась вчера, злая шутка ребенка. Он отодвинул однокласснице стул, та упала и ударилась головой. Сегодня отец девочки рассказывает совсем другую историю. Пятиклассники, их было двое, избивали его дочь. Сейчас она якобы в больнице с сотрясением мозга. Александр Юренко пришел в школу разобраться. Когда ребенок звонит в слезах, просит папа предисрочно помоги. Один из них бил по ногам, отвлекал в этот момент, а другой убирал стул. То есть она после этого как бы села, ну, вес, ну, рост ребенка, ну, на пол ударялся полы головой, а парка с железной перекладиной. В деталях недетского конфликта сейчас разбираются следователи. Они покадрово изучают запись и допрашивают очевидцев. По факту избиения несовершеннолетнего в органах внутренних дел, в соответствии с правилами подследственности, уже возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, это побои. По результатам проведения всех проверочных действий будет принято процессальное решение. Много вопросов и к администрации учебного заведения. Сейчас следователи выясняют, как мужчина беспрепятственно попал в здание школы, потом вот сюда, на второй этаж, и в класс. Также уголовно-правовую оценку дать предстоит и действиям учительницы, которая все это время стояла рядом и не попыталась вмешаться. Итак, больше мы не будем никого. Поняли? А, с вами не. А, с вами не. Потом помнили. Поняли? На кадрах это ее первая и последняя реплика. Директор школы в Минеральных Водах сегодня говорит, Ольга Мавропола должна была закрыть ребенка собой, но испугалась. Была в состоянии пила и вся тряслась. Ну, не так понятно было. Раз притронулся, что она сильно испугалась, это уже есть причина для испуга. А мужчина, который набросился на пятиклассника, сегодня целый день провел в следственном отделе, давая показания. Между тем, внутреннюю проверку сейчас проводит и Краевое министерство образования.